Компания, головной офис, который находится в Краснодарском крае, является крупным налоговладельщиком. «Магнит» перечислил в краевой бюджет на 40% больше налогов, чем в прошлом году. Как сообщил Галецкий, сейчас компания намерена активно вкладывать деньги в переработку. Площадь теплиц, где выращивают овощи, увеличится в два раза, до 80 гектаров. В приоритете и социальные проекты «Магнит» на свои средства строит парковки в Краснодаре и благоустраивает зеленые зоны, как пример бульвар на улице Солнечной. Не отказываются в компании от планов по возведению современного стадиона. Об этом, а также о развитии детского спорта на Кубани, президенты двух футбольных клубов говорили отдельно. Я очень рад, что предприятие развивается так динамично. Я думаю, что рост объема производства один из самых высоких, судя по тем данным, отчетам, которые есть сегодня в Министерстве экономики и не только. Но, тем не менее, все знают о том, что вы изъятливые футболисты. Команда Краснодара, она шестая, по-моему, да? Да, мы сейчас шестые делаем. Давно были пятые, да, до перерыва. И, конечно, вижу, как количество болельщиков растет. И, естественно, очень важно, все беспокоятся, чтобы ни в коем случае не пропало желание средства стадионов, футбольных школ, которые, сеть существует сегодня по краю, потому что это стало достаточно популярной вещью. И много очень молодых ребят, пацанов, в общем-то, со желанием ходят в эти школы. Какие перспективы у нас по Краснодару? Что касается стадиона, сейчас примерно 1100 человек работает на ежедневном режиме, на стройке. И если по оптимистичному сценарию, то к 1 октября следующего года, я надеюсь, вас пригласить, чтобы вы открыли и посмотрели, что мы там сделали. Команда Краснодара будет иметь свой стадион порядка 35-40 тысяч. Да, 34, но мы можем наращивать до 40 его будем. Что касается детского футбола, то у нас три манежа, и до конца года мы думаем, что мы еще пять манежей в городе откроем. Но кроме города сколько уже? У нас сейчас восемь манежей за пределами города, и мы до конца года еще два откроем. В край открыто несколько футбольных школ. Популярность этого вида спорта на Кубани только растет. Если год назад в филиалах Академии футбола занимались только 3,5 тысячи ребят, то сегодня уже на тысячу с лишним больше. Главная задача, говорит Сергей Галецкий, оторвать подростков от компьютеров и заинтересовать спортом. Игорь Кырпа, телекомпания ФКТ Игорь Кырпа, телекомпания ФКТ